А вот сейчас, оцените, отличный тест, какой-то 3218 в условиях максимально слабого ветра. Это настолько мало, что я не могу ехать, поэтому я слез до стихи и будешь рядом с фонарем пытаюсь вернуться к берегу. Нет, ладно, я вам скажу, кайф очень стабильно, смотрите, даже не идёт, стоит в окне, чуть-чуть на высоту пописаем, и поехали, класс! Так, а вот он улетеночек усилился, поэтому у меня была прогулка ногами стартануть. Так, сейчас камень пройдёт здесь, посмотрим, как он одет. Бодренько идём, длины хватает, так что, надеюсь, всё закончится благополучно, и мы вернёмся домой. Так, ну что, стоя не вернём, вон я вижу, кайтер там бешеного моря, машет и сливается. А мне сливаться совсем не хочется, потому что тут нет, это точно нет. Здесь-то хоть какие-то шевеления присутствуют. А там уже залитнуть по полосу отравления. Блин, ну вы посмотрите, какой стабильный парик. Я просто офигею, какая у него аэродинамика. Он просто держится в окне и никуда не валится. Так, ну что, вот так потихонечку, помаленьку. Я думаю, я пойду бы вернёмся. Не буду, наверное, вот от влаги, что ли. А что? Ну что, что я в кайте тяги. А видите, я моркован. Едва лета хватает, чтобы он оставался в небе. Ой, я уже, честно, начал взорваться. Давай, пришёл по лесу. Давайте-ка ещё разочетую. Так, давай, 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 давай. А вот и вот и вот. А что, чё, упал? Пискает, значит, нам туда не надо. Да. Попробуем начать вырезаться в другую сторону от берега. Бег! Не-не-не-не, стой, вообще не вариант. Да ну куда ты, чё? Зачем ты так? Издеваешься над собой и над кайтом. Во! Сейчас к малому рифу выражусь. Оттуда уже будет проще. Там ветра больше. О, смотрите, там... Я-то ещё чё, вон там какой-то кайтик F1 на Ланайе до сих пор залив. Но у него кайт Зенит, и он походу ждёт водку спасения. Чё-то он никуда не двигается. Отлично, получается, ребята. Так, ну чё. Будем считать, что мы набрали высоты. Разворачиваемся. Возвращаемся на берег. Опа! Ну, дуй хоть чуть-чуть, а. Родной тебе вечерочек. Ты ж непреста не кончаешься никогда. Чё там? Как маленький. Немножечко дуй. Я доеду до велика. Ну там уже может заканчиваться. А то чё за дела? Не, ну ладно, сейчас я тупо покачала. Нормально. Фирусой готов по обеду. Нормально. У меня вон очень удобно. Хватит один вниз по ветру. Я буду понимать вперёд. Вот так он упадёт, я тут же поверну от берега. Ну, читай, вот и нет. Вот. Во-во-во-во, он у него так велика севелится. И так. Ага, всё, он уронил. Вот, значит, мне в эту зону не стоит заходить. Хотя я пока чувствую ветерок. Умашок. Потом если что, переведу в обратную сторону. Я всё-таки повыше его по ветру, кажется. Потому что мне должно хватить. Потому что ощущение, что ветерок не закончился. Я немножко довернул на восток. Такое случается на Маврики. Тут главное, ну и как бы особо не это. Не переживать по этому поводу. Потому что, ну а что со мной случится? Максимум я соберу всё оборудование. И погребу ручками к берегу. Много за берега, совсем близко. Сколько я думаю метров? Ну 200, может быть 400. Да не, наверное 200. Так что, тут больше разговоров. Так что, машем и едем. Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. Ну давай, 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 давай. Давай, красиво. Что, дай мне сюда решить. На пряжи сидящими. Отлично. Так, вот здесь у нас уже затанчивается ветер. Что будем делать? Да, туда не дойти. Придётся ещё галстик в открытии океана. Фуф. Так, давай отсюда, отсюда. И поехали. Отлично. О, девяточка огонь. Любой ветер вывозит. Хоть что-то дует, если. Фуф. Хотя вспоминаю свой питерский опыт, когда я взял 15-й парафойл. Примерно такие же условия были в поверхности. Итого, кайта мне было прям много. Так что, если бы сейчас у меня был 15-й парафойл, то я бы точно на ногах бы ехал. Фуф. А, ну либо ещё такой вариант. Гидрофойл. О, нормальная тема, да. Взял бы сейчас гидрофойл. И тоже бы доехал. А тем временем я не вижу кайта на валае. А, всё, его лодка забрала. Ну, нормально. Получается, остался только я. Ну, точнее, мой кайт в небе. Остальные ребята либо спаслись уже, либо в которую положили уже кайта. И не надеются вернуться к кайту в небе. А я всё-таки ещё попадаюсь, ребята, с вашего позволения. Так. Тихо, Ванечка, тихо. О, ничего, чего я вырезался. Уже почти криво. Блин, сейчас ещё срываться придёт. Вот это и, конечно, это. Кривдел, как говорится. Так, а можно вы знаете, что сделать сейчас? Вырезаться реально. И просто стоя, победно, доехать на ногах. Ну, с жёстком срыве, конечно. Накручивая кайзнику. Я искал, что прямо у воды, у берега, точнее, он рухнет. Ну, ладно. Это вот то, о чём я вам говорил. Когда вы дома попадаете в подобные условия, я бы на нашем месте катался. Вот этот вот опыт, он бесценен. Потому что, если кайты у вас стоят в небе, то вы с помощью борьбы драга, то есть когда вы делаете бодидраг и упираетесь доской, вы очень эффективно зарезаетесь. Намного эффективнее, чем стоя на доске или там, ну, классический бодидраг, когда вы на какой он упираетесь. Это прямо то, что нужно делать. Очень рекомендую. Так, интересно, там на берегу делать ставки по поводу того, доеду я или всё-таки умыкаю свалиться. Так, ну что, ногами, нет? Ещё хорошо, что сейчас всё-таки воды много. Вот если ты на длине такой трюк исполняешь, вот это, наверное, покайфуешь. Особенно, когда я в ванной переходил, почти без ветра. Это было забавно, конечно. Так. А что, попробуем. Нет, ты вообще, давай, давай, давай. Давай, давай. Различно. Поехали. Поехали. Вот мой дом. Ну и вот, всё. Спасибо, друзья, что были с нами. Субтитры сделал DimaTorzok